Светлана, здравствуйте. У вас пока не очень хорошо слышно, точнее, вообще не слышно. Всё, наверное, сейчас будет слышно. Да, слышно хорошо. Светлана, здравствуйте. Благодарю, что пригласили меня вновь на ваши эфиры. Очень приятно отвечать на вопросы и быть с вами. И пока присоединяются, я бы, знаете, наверное, сегодня хотела начать. Во-первых, видимо, с Zoom что-то, какое-то обновление было, потому что он выглядит сегодня у меня по-другому. Но я не знаю, у меня вообще по-другому сегодня он завёлся. Вот, и я бы, наверное, хотела, знаете, ребят, сегодня прочитать вам вопросы, потому что очень многие меня начинают спрашивать. Почему не отвечаете на вопросы? Почему не смотрите сообщения? И вот я бы хотела зачитать несколько сообщений. Я отключаю телефон буквально на часа четыре, наверное, за ночь. Это то время, когда я уделяю только себе. И за эти четыре часа у меня, как правило, выходит порядка плюс-минус 200 сообщений личных. И вот одни из этих сообщений я бы хотела вам зачитать, чтобы вы понимали, что какие сообщения приходят и на какие сообщения я не отвечаю, и из-за каких сообщений я не успеваю отвечать другие сообщения. Одно из сообщений. Добрый вечер, Светлана. Можно скинуть вам фото, чтобы вы вылечили мою родственницу? По фото я, ребят, не лечу. Мне, конечно, это очень приятно, что вы такого мнения обо мне, но нет. Следующее сообщение. Светлана, у меня 10 лет назад были обнаружены камни в почках. Насколько суток мне можно зайти в автономию, и не выйдут ли они болезненно? Ребят, очень мало информации, на такие вопросы я не отвечаю. Светлана, можно приехать к вам? Я вас не побеспокою, поставлю палатку рядом с вашим домом, просто побыть в вашей энергетике. Это тоже, ребят, ни к чему. Хотя мне, конечно, тоже очень приятно. Следующий вопрос. Светлана, вы не замужем. Почему? Можно я сниму венец вашего безбрачия? Потому что этого венца у вас нет, но, как я вижу, их 4. Ребят, все мое. Следующий вопрос. Светлана, вы очень мало фотографируетесь в нижнем белье. Почему? Ребят, потому что в нижнем белье я не фотографируюсь. Я интерпретирую именно свои эфиры, то, что исходит из головы, не из тела. Светлана, вы писали, что у вас рост в метр пятьдесят восемь, а ноги? Ноги там же в метр пятьдесят восьми. Светлана, здравствуйте. Вы все время в эфирах кудрявая. Скажите, пожалуйста, вы кудрявая потому что или потому что ваши родители? Потому что и потому что мои родители. Следующий вопрос. Светлана, здравствуйте. Вы говорили, что можете избавить практически от всех болезней. Скажите, от какой болезни вы можете избавить меня? Я пока не знаю свою болезнь, но чувствую, что что-то есть. Следующий вопрос. Светлана, скажите, пожалуйста, у вас фамилия Лаврова – это псевдоним или фамилия? Или все же это от того, что Лавровый лист избавляет от всяких недугов? Может, это отдельно? Кометин это сделает? Просто будешь зачитывать. Будешь уторжать, короче. Ну да. Ты приходи сюда, Класс. Извини, что перебил. Давай дальше. Я думаю, что мы на этом остановимся. Просто это я как раз к тому, что... Ребят, ну, когда пишете вопросы, просто перечитайте, пожалуйста. Ну, правда, есть некоторые моменты, на которые стоит ответить. И вот мне, слава богу, что ребята пишут их по несколько раз. Потому что кто пишет один раз и из-за своей скромности не повторяет его, я его просто не вижу, этот вопрос. Не вижу из-за того, что, ну, вот так вот. Вот, поэтому... Можно я что-то добавлю? Поэтому, наверное, вот так вот поэтому. На один вопрос можно я отвечу? Если они хотят твоей энергией побыть, пускай они сюда к нам в Zoom заходят. Давай, если только такой же будет. Да. Я уже ответил. Я имею в виду, что в той палатке, что если он хочет в палатке... Zoom, слушай. Потому что здесь, допустим, когда я с тобой здесь посижу немножко, мне на сутки хватает, как бы есть вообще не хочется. Поэтому просто пускай они заходят сюда и находятся в твоей энергетике, и все. Как бы так. Ну, ты знаешь, у нас вообще вот этот вот Zoom, Автополстар, и как зайти в Zoom на просто болталку, не обязательно спикером. У нас он на всех моих каналах, он у нас закреплен. То есть любой человек, которому нечего делать, он может в закреплялках посмотреть, и там есть вот этот Zoom. Он может в любое время зайти и поболтать. То есть это же открытая информация. И чем больше мы общаемся друг с другом, чем больше мы знаем друг друга, как, кто общается, это же здорово. Поэтому я, конечно же, не против, я, наоборот, только за. Когда меняются опытом, обмен опытом, это вообще здорово. Конечно же. И вот эти вот баннеры, где люди на какой день, какие темы, какие спикеры заявлены, если вы будете скидывать еще нам вот этот баннер на неделю, то мы его будем еще размещать у себя в чатах, чтобы ребята тоже могли там общаться с огромным удовольствием. С Чарли надо поговорить, пускай это. Потому что кому-то интересно, и у нас, ребята, я вижу, что они перекидывают. Все скинем, не вопрос. Все, Автополстар пишет, что все скинем. Все. Автополстар знает, кому скидывать, он скинет, и там как раз у нас человек это все разместит. Все здорово. И еще, ребят, пока все собираются, я еще хочу дать такую информацию, что за вот этот вот год с небольшим, конечно же, у меня появилось много информации и много, наверное, даже знаний, опыта, которые я с каждым разом компоновала, но не было понимания, как его сделать. Сейчас у нас наконец-то появилось, у меня наконец-то появилось понимание, как это вот эти все знания, весь опыт и все умения скомпоновать в одну программу. Это будет программа для телефона, которая будет очень удобная, очень понятная. она будет и в App Store, и, как она, Play Market, да, для андроидов, и Play Market, для Play Market будет. Но единственное, что на сегодняшний день у нас, если кто-то может помочь своими знаниями, если у кого-то есть знания именно по написанию вот этих вот программ, то мы будем, конечно же, рады ждать вас в нашу маленькую команду. Если у кого-то есть желание быть спонсором, то, конечно же, тоже будем рады ждать вас в нашу команду. Потому что, чтобы написать, чтобы пригласить какого-то стороннего человека, чтобы он написал эту программу, узнавали, это порядка полутора миллионов. Конечно, у нас таких денег нет. Поэтому, если будет спонсор, если он заинтересуется в этой программе, но я думаю, что те, кто в нашей теме, он заинтересуется в этой программе, то либо те люди, которые готовы это написать, чтобы тоже участвовать в этой программе, то мы будем, конечно же, очень рады. Я, конечно же, все расскажу, что это и как. Вот это вот такая вот ремарочка, да. А сейчас я бы хотела открыть тему, которую заявила. Мне кажется, она очень интересна. Это та тема, которая меня сейчас больше всего волнует. Тема называется, как я ее обозвала, «Хождение по мирам». Что я имела в виду «Вхождение по мирам»? То есть вы сейчас, наверное, понимаете, знаете, что я сейчас исследую не только свой организм, не только свой организм, как он работает. То есть уже интересно не то, как он работает, не то, как работают там почки, печень, почему рука двигается вправо или влево, почему больше у нас идет распределение на правую руку, а не налево. Сейчас у меня больше акцент идет в углубление клеток, что такое клетка, что такое межклеточное пространство, где у нас генетический фон, где у нас ДНК, ДНК, которая полностью нас сопровождает всю нашу жизнь, я бы сказала, да, но не только в этом теле. И это настолько интересная информация, что когда мы начинаем в нее углубляться и когда мы начинаем понимать, что это такое, то как раз вот эта вот тема «Хождение по мирам», она становится настолько естественной, как та тема для нас, например, пойти на работу или съесть обед с друзьями или достаточно продолжительные участки километражи на каком-то транспорте. И вот это вот «Хождение по мирам», это, наверное, я бы сказала бы, это как раз то состояние, где мы можем абсолютно спокойно находиться в нескольких плотностях на данный момент времени единоразово. И когда мы это понимаем, когда мы это сознаем, когда мы раскрываем свое клеточное пространство, то есть мы все знаем, да, что у нас клетка полая. И вот это вот, которое академики видят, вот это вот внутри полое вот это вот пространство, то сейчас уже пришли к абсолютному мнению, что вот в этом вот полом пространстве это как раз есть тот ток, та энергия, которая нам открывает все, что было в нас, все, что есть в нас, до нас, до нашего физического тела. и то пространство, которое передастся следующему физическому телу. То есть это именно та информация, это та структура бессмертия, которая бравирует между несколькими мирами. И это я вам скажу только малая часть того, что мы можем осознать, это то, что было тогда, и то, что мы передадим туда. Но еще вот эта вот клетка, если мы рассмотрим ДНК, то это уже научно доказано, что фантом ДНК существует в нескольких мирах. Если мы с вами как раз рассмотрим те моменты, те фрагменты, когда мы называем себя, что мы находимся в состоянии неосознанности, то есть, наверное, каждый замечал за собой, что вышел с какого-то помещения, вышел с какого-то магазина, вышел с какого-то здания, неважно с чего там, или от одной точки, от пункта А, перемещаясь в пункт Б, бывает такое состояние, что ты не понимаешь, как ты дошел в пункт Б. И когда мы не понимаем, как мы переместились в пункт Б, мы все время сами себя оправдываем, говоря, что это был фрагмент неосознанности, когда я был в своих мыслях. То есть мы себе даже не допускаем того видения, что бывают такие моменты, что мы действительно можем переместиться из одной точки в другую. Но когда мы перемещаемся из одной точки в другую, не всегда мы обращаем внимание даже на время. И когда люди обращают внимание на время, то они очень сильно удивляются, что времени практически не прошло. И вот такие вот маленькие-маленькие моменты, они все время от нас уплывают. От нас уплывают те моменты, когда мы, например, вот эти вот состояния дежавю, которые все, наверное, видели, ощущали в себе, да. Вот ты приходишь в какое-то помещение, в какое-то пространство новое, для тебя новое, как тебе кажется. И ты абсолютно четко чувствуешь, что в этом помещении ты уже был, в этом месте ты уже был, в этом месте ты уже наблюдал. Либо ты начинаешь общаться с человеком, говоришь, где-то я тебя видел, а ты вот там не был, он говорит, нет, а там не был, мне думаешь, странно, где-то я тебя видел. Были, наверное, у каждого такие случаи. И вот эти вот каждый случай, каждый вот этот момент случая, он настолько глубокий, что мы, не погружаясь в себя, нам проще его отмахнуть. И вот как раз на вот этом вот ретрите, который будет у нас в Сочи, у меня будет в Сочи с ребятами с 17 июня, я как раз хочу вот эти вот все моменты, то есть этот ретрит будет вообще не похож ни на что. Это будет ретрит больше не по психологии, а больше, наверное, по раскрытию клетки, клеточного пространства. Я как раз буду рассказывать вот этот вот каждый момент нашего бытия, когда мы все время откидываем ту информацию, которая всегда наружу. Почему она случается? То есть каждая информация, каждый вот этот момент, он абсолютно не случайный. И уже неоднократно было замечено, было сказано стоматологами, учеными, еще кем-то, что, например, отрастают какие-то конечности, отрастают там зубы, отрастают еще что-то. И для нас это считается такое какое-то состояние, такое, вау, как это отрастает, как это вот это вот бывает. То есть для нас регенерация волос, регенерация ногтей, регенерация печени, это считается естественным процессом, а, например, третья регенерация зубов, регенерация конечностей, регенерация внутренних органов, для нас это уже кажется вау, это что-то запредельное. Но если мы коснемся внутрь себя и познаем, почему это происходит, то это вообще все лежит на поверхности. То есть у нас каждое клеточное и межклеточное пространство, оно настолько, давайте я буду по-босяцки говорить, оно настолько заточено под регенерацию всего организма на тот период времени, пока вы готовы познавать эту плотность, вот сколько вам нужно времени познать эту плотность, сто лет, значит сто лет у вас будет регенерировать организм, тысячу лет, значит тысячу лет будет регенерировать организм, десять тысяч лет, значит десять тысяч лет будет регенерировать организм. Но как только вы в свое пространство вкидываете вот ядовитое вещество под названием сомнение, оно сразу же замедляет и останавливает всю вот эту вот регенерацию напрочь. И вот чтобы вот это вот состояние сомнения выкинуть из вашей головы, именно для этого я и рассказываю моменты, чтобы вы рассказывали и показывали на вас эти моменты, чтобы вы поняли, что то, что у нас есть в регенерации клеточного пространства, это не какая-нибудь заоблачная информация, это не какая-нибудь сказочная метафора, это наша жизнь, которую мы упорно стараемся откинуть из нашей жизни, говоря, что это вообще, это все про другое, это все сказки, это все не про это. И когда мы начинаем погружаться в себя, то тогда мы начинаем видеть вот именно те моменты, которые настолько явно лежат на поверхности, которые настолько, настолько четко нам все время говорят об этом, и мы настолько все время их откидываем, когда вот, наверное, каждый видел, знаете, такое, вот стоите вы с кем-то, с каким-то человеком, вот вы бываете там на одной волне, вы там, неважно кто это, ваш близкий, ваш друг, либо вы просто там с каким-то приятелем встретились, там поржали, похокотали, и просто вот вошли вот в одно, в единое пространство, здесь и сейчас, вот в этом вот в каком-то, в моменте, и, например, потянулись за одной кружкой, или сказали одну и ту же фразу, и вас это развеселило, но по факту это как бы не просто веселье, которое вас развеселило, а по факту, это когда мы в моменте, мы прогружаемся в единое пространство, что значит передача, разговор без слов, то есть, когда мы телепатически общаемся, да, что такое телепатически общаться, почему все время говорят, вот мать всегда чувствует, что у нее там сын, вот мать всегда чувствует вот это, потому что она находится в его поле, как только мы находимся с каким-либо человеком на одной волне, в моменте, в моменте, в моменте мы можем общаться ровно с теми людьми, неважно, где они находятся, которые находятся на данном этапе времени, в моменте, то есть погружены в чувства вания, не в эмоции, как только мы погружаемся вот в эти вот чувства вания, мы находимся в моменте, когда вот эта вот телепатия, когда мы передаем друг другу те образы, которые находятся в нас, чтобы передать их другому, то есть вся информация, мы всю информацию, которая проходит через нас, через нас информация, которая истинная информация, она проходит не через голову, ребят, никогда, она проходит через нас, через вот просто через нас самих, вот через все наше нутро, да, так сказать, Вот эта информация, когда проходит, она проходит моментально через нас и проходит в того человека, в любого другого и в любого нас. И это абсолютно другие ощущения. Когда мы пытаемся телепатию поймать через голову, воспроизвести, то мы тогда натыкаемся на то, что попаду, не попаду, угадаю, не угадаю. Это уже вообще абсолютно другое. Тогда это идет через напряжение, когда ты пытаешься воспроизвести то, что ты думаешь, что воспроизводит другой. И это через напряжение идет как раз угадаю, не угадаю. А когда ты находишься в моменте, в расслабленности рядом с этим человеком, вы можете в принципе это даже проэкспериментировать. Когда вы находитесь с каким-либо человеком, вы говорите, давай мы с собой сейчас пообщаемся телепатически, давай расслабь. И когда вы не будете думать, что вы хотите от него получить информацию, когда вы не будете думать, что вы хотите ему передать информацию, когда вы не будете напрягаться, когда вы просто расслабитесь от того, что вам будет просто кайфово рядом с ним, и он точно так же, то вы абсолютно спокойно будете общаться. Вы, наверное, видели не раз, что люди, которые там очень долго работают, люди, которые очень долго живут, люди, которые ещё что-то, они могут повернуться друг к другу, посмотреть друг к другу в глаза, и всё, у них как будто бы всё поняли. И они действительно всё поняли, потому что у них очень чётко одно поле. Но это те люди, которые вот рядом с друг другом. И точно так же вы можете общаться с людьми, которые далеко друг от вас. То есть далеко друг от друга. И, наверное, тоже это несколько раз вы считывали тот информационный пласт, когда, например, вы подумали о каком-то человеке, не просто подумали, а вот такие вот прямо вот в чувство они такие, а вот это будет, вот я бы с этим человеком, а вот это, а вот с этим человеком вот это, а вот этот человек вот это. И этот человек вам либо звонит, либо пишет, либо ещё что-то. И вы думаете, о, нифига, только подумал, и вот уже. И как раз люди, которые находятся на автономии, на автономии, дурацкое вот это слово, которое я терпеть не могу, на неедине какое-то время, когда мы выходим на жизнь без еду и без жидкости, неважно, сколько она длится, мы начинаем быть честными перед самим собой. И когда мы начинаем быть честными перед самим собой, мы по-честному себе говорим вот те моменты, которые нам хочется сказать себе, которые нам хочется получить от другого. То есть если человек нас какой-то раздражал, то мы тогда уже на состоянии без еды и без жидкости, мы понимаем, что он нас раздражает, потому что этот человек есть во мне, потому что он делает те вещи, которые я не могу себе позволить. И когда ты по-честному это говоришь, ты говоришь, да, вот теперь я понимаю, что я ему просто по-белому завидую, что он может себе позволить вот это, а я весь такой хороший, золотой, не могу себе позволить вот так вот гадко сказать или гадко сделать. А так иногда хочется, потому что иногда вот так вот некоторые люди заслуживают. И когда ты это по-честному говоришь, думаешь, вот сейчас бы я с ним пообщался, к примеру, да, и ты это говоришь абсолютно по-честному, и он тут же тебе либо пишет, либо звонит. Ну, это просто вот такой пример, потому что мы очень часто вот с этим сталкиваемся, да. И как раз всем добрый вечер, как раз вот я тут я тебе пишу, ой, пишу, господи, читаю. И как раз вот эти вот состояния, когда я говорю хождение по мирам, это когда вы уже познав себя, когда вы чувствуете свое физическое тело, неважно это, когда вы начинаете чувствовать свое физическое тело, это на малоедении, это с промежутками питания, это без питания. Каждый на определенном этапе своего существования начинает по-разному чувствовать свое тело. И на определенном этапе вы абсолютно четко начинаете чувствовать, как, что у вас происходит внутри. То есть не как работает клей, не как работает печень, не как селезенка там начинает молотить, не как клапан сердца у вас начинает там, а вы начинаете чувствовать вот эти вот клеточку, которая начинает раскрываться вот этой информацией. То есть вы и есть тот интернет, который связан просто с этой галактикой. То есть вот этот вот интернет, который вот гугли, он, вы понимаете, что он настолько, настолько мал, настолько сер, после того, как вы вглубились в самого себя и когда к вам приходят знания, и на определенном этапе времени времени, на определенном этапе времени вы понимаете, что та информация, которая в вас приходит, вы сначала ее проверяете, вы проверяете, что эту информацию дают какие-то академики, что да, действительно это так. А на определенном этапе вы понимаете, что та информация, которая приходит в вас, вам ее даже проверять не надо. Вы не знаете, откуда она идет, но вы знаете, что она абсолютно точна, вы знаете, что она абсолютно я в том понимании, в котором вы готовы сейчас ее принять, чтобы ее дальше разложить и на нее наслоить следующую. И это, наверное, самое прекрасное время, когда вы можете познавать и познавать те пласты, которые вы даже не предполагали, что они есть. И вот эти вот состояния, когда мы говорим, что хождение по мирам, это когда вы знаете, что было вот там за много-много-много-много тысяч лет. Это когда вы знаете то, что есть в зеркальном мире. Это когда вы знаете о том, что есть еще иные пространства, в которых вы тоже можете побывать. И вы знаете, например, уже тех людей, общаетесь, которые побывали в этих вот пространствах, и которые вам говорят, например, «ты готов вот там вот быть, если ты освоишь вот то-то и то-то». И ты понимаешь, что тебе нужно освоить вот эти вот несколько моментов чувствования себя, чтобы быть в следующем себя. И это абсолютно другие ощущения, которые абсолютно не связаны, ну, как минимум, с едой и с питьем. Есть люди, не способные мыслить образно или метафорически. Это не плохо, не хорошо, просто так есть. Это не вопрос, это просто так есть. Ребят, если есть вопросы, я готова ответить на вопросы. И хотелось бы, конечно, сказать, что я попробую вот в этом ретрите, как раз мы попробуем с ребятами заглянуть вот это вот в нашу плед, я как раз попробую им дать вот это понимание, чтобы каждый заглянул в свою клеточку, которая вот просто вот так вот раскрывается. И когда они поймут, что в них раскрывается вот так вот, тогда они пойдут именно вот в это, и тогда уже не будет надобности копаться в том болоте, а почему у меня вот так вот сложилась жизнь, и что мне нужно раскрутить там, чтобы здесь было хорошо. Ребят, это всё такая, наверное, я бы сказала, попсовая психология, которую постоянно в раскрутке вот такого, потому что пока вы не понимаете то, что есть здесь, вы всегда будете крутиться там. И это просто потеря времени. И, наверное, не просто потеря времени, а ещё и такое ложное восприятие того, что как будто бы я что-то делаю, как будто бы я прорабатываю себя, как будто бы я прорабатываю те моменты, которые во мне есть, как будто бы я прорабатываю карму рода, карму ещё чего-то, ещё чего-то. Вы всё время будете что-то прорабатывать. Но жить вы забудете как? Потому что вы будете всё время в проработках того, чего уже не существует. И это, наверное, самая большая потеря времени, как мне кажется. Готовы ответить на вопросы, если есть? Друзья, я хотел уточнить. Когда находишься на передовой, что ли, скажем так, реальности, то есть находишься здесь и сейчас, если я всё правильно понял, то нет, конечно, смысла оглядываться назад, потому что не оно тебя привело к этой реальности, а именно то, что с тобой сейчас происходит, это и делает тебя, ну, то есть нет смысла. Я правильно понимаю, что речь идёт примерно об этом, хотя бы уже и так сказали вроде как. Ну нет, то, что мы находимся сейчас здесь, то нас привело сюда, здесь то, что нас привело. Это совокупность всего, всего опыта, всех вот этих вот факторов, которые с нами происходили, всех спикеров, всех каких-то там профессоров, наших близких, родственников, детей, мам, пап. Всё, что с нами происходило, это всё тем или иным образом привело нас сюда. Но если мы будем дальше копаться в том, что нас, для чего нас сюда привело, то мы погрязнем в том, для чего нас сюда привело. А если мы идём на раскрытие своей клетки, и оно нам просто вот в одномоментно покажет, что есть там, либо во внутриутробное состояние, вот как вот на сегодняшний день, на том ретрите как раз мы с девочками проходили, вот то, что мы погружались в внутриутробное состояние, либо в предыдущую жизнь, чтобы просмотреть, почему вот это происходит. Но ты идёшь вот в это погружение, либо во внутриутробное состояние, либо в следующую жизнь, ты идёшь, это занимает тебя час максимум. И ты за этот час понимаешь, почему ты 40 лет жил вот так. Вот это я понимаю, проработка. А когда ты ходишь и годами прорабатываешь то, что было с тобой тогда, ну ты представляешь, сколько ты времени тратишь. Одно дело час проработать, а другое дело несколько лет. Вот я как бы про это. Сколько будет ретрит и конкретный адрес, где найти более подробную информацию по ретриту. Ретрит будет 6 дней 5 ночей в Сочи, в Лоу с 17 по 22 июня. Вся информация есть на... Как раз в Ютубе написаны все контакты под каждым роликом. Туда заходите, и вся информация там будет. Очень интересно. Поясните, пожалуйста, очерёдность миров в нашем порядке изучения. Что на первом месте сейчас и на ближайшую перспективу. Мария, ну... Во-первых, нам нужно разобраться с этим миром. Потому что у нас миров, на данный момент, в котором мы можем единоразово, единоразово и единомоментно жить, это мы все проживаем единомоментно в трёх мирах, ребят, в трёх. Это сейчас мы проживаем. Это то, что мы сейчас чувствуем. Вот эти вот... Когда мы чувствуем, когда мы одноразово с кем-то разговариваем. То есть... Говорим одну и ту же фразу. Там делаем какие-то вещи. Это вот этот наш зеркальный мир. Второе, это когда мы... Когда у нас вот это вот дежавю. Это когда мы на один и тот же круг прокручиваемся. Это второй мир. И третий мир, который мы тоже постоянно отслеживаем, это когда мы себе делаем... Четыре даже мира. Это когда мы себе делаем вот этот вот... Типа, вот я не помню, как я сюда дошёл, потому что я был в неосознанности. Нет, это не так. У нас временное пространство, это именно плотность. Я уже об этом говорила. Это время, это не то понимание, как мы его себе представляем. Минуты, часы, там сутки, там ещё что-то, секунды. Это не то. Время, это именно пространство, которое зависит от плотности, теплоты, либо холода. Это другое. И ещё у нас есть четвёртый мир, в котором мы тоже постоянно зависаем. Кто-то в том или ином состоянии, когда нам снятся одни и те же сны. Когда мы во снах находим какие-то какие-либо вещи. Когда мы... Некоторые просыпаются и видят, что там, например, тело лежит, а ты уже вышел. Это тоже... Вот эти вот все миры, мы их можем разложить по полочкам. Просто, естественно, я в эфире не успеваю это разложить, и не каждый готов, чтобы так глубоко туда зайти. Но вот эти вот все миры, их можно разложить просто по полочкам. Когда вот я их раскладываю по полочкам, люди как раз понимают, что мы в этих мирах, они осознают, они понимают вот этим проживанием, что мы в этих четырёх мирах живём. Когда идёт понимание, что мы живём как минимум в четырёх мирах единоразово, тогда у вас сомнения, очень многие сомнения просто отлетают напрочь. И когда эти сомнения отлетают, то вот эти вот бытовые какие-то вопросы, которые кажутся вот в этом мире, бытовые вопросы, ну, первый, какой самый глобальный, это денежный вопрос и вопрос взаимоотношений. Он просто отлетает. Вы просто вот настолько у вас всё встаёт по пазам, что эти вопросы для вас больше не существуют. Вам будет финансов ровно столько, сколько вам нужно, и у вас будет рядом человек с вами ровно такой, который вам нужен на данный период времени. И это касается не только вот этих аспектов, это касается абсолютно всего. Да, Мария Солнцева пишет, дорогие друзья, контакты под видео. Да, это абсолютно правильно. Ещё, если есть вопросы, то готово. Ребята, задавайте вопросы. Я задаём вопросы, и можно писать как Зыбин, так и на Ютубе, как вы прекрасно знаете. Да, и как раз следующую тему мы с вами раскроем, чтобы было ещё немножечко понятнее, что какие проработки можно сделать с каждым из нас. На следующей неделе зададим тему, я не помню, как она называется. Сейчас скажу вам. Чтобы уже быть точным. Смерть для жизни. И это настолько актуальная тема, и когда вы её тоже прочувствуете, то вы поймёте, насколько мы вообще заблуждаемся в каждом моменте. И ещё сегодня у нас была тема в закрытом клубе. Вы, наверное, все знаете, что у меня есть закрытый клуб. Он психология с неедением. Помимо клуба вечных, где мы раскрываем как раз клеточное пространство, почему мы вечные, как это осознать, и что это один закрытый клуб. И закрытый клуб ещё есть у меня, который уже длительное время существует. Это как раз по неедению, по психологии. И там мы раскрывали сегодня тему, что очень часто бывает такое, что, ну это, наверное, в 90% случаев, что мы чувствуем, что, ну вот, например, вот здесь мы хороши, да? Вот здесь вот мы себя чувствуем, что мы вот прямо, вот всё у нас классно. Ну, например, там, в каких-нибудь, в любовных отношениях. Мы чувствуем, что у нас здесь всё устраивает. А вот здесь плохо, там, взаимоотношения с детьми, взаимоотношения с родителями, финансы, сотрудники, коллеги, там, ещё что-то. Вот всё вот это вот, всё в трещинах. Вот. И когда мы начинаем разговаривать, когда я начинаю разговаривать с человеком, то первое, что я задеваю, это как раз вот то, что он говорит, вот хорошо у меня вот здесь. И, как правило, когда вот здесь вот, когда мы чувствуем, что вот здесь вот у нас хорошо, когда вот это вот ядро всего вот этого, когда я начинаю вот это вот раскручивать, то получается ядро, оно построено через ложь. Это ложное ядро, когда мы пытаемся хотя бы что-то скомбинировать в своей жизни, хотя бы мы что-то пытаемся сделать так, что у нас есть хоть что-то цельное. И как раз когда мы вот это вот начинаем создавать через ложь к самому себе, не к кому-то, всегда только к самому себе, то вот на этом ложном ничего вот этого остального не построить. И как только вот это мы начинаем прорабатывать в себе, что мы думаем, что вот это у нас всё самое истинное, всё самое дорогое, как только начинаем прорабатывать, оно раскрывается. И когда мы понимаем, что где есть истина, когда мы начинаем сюда вставлять правду, то тогда везде начинает у нас просто веером выкручиваться правда везде вокруг нашей жизни. И когда у нас истинное понимание самого себя начинает в нашей жизни полностью привилировать, то тогда у нас всё по пазликам начинает выстраиваться. И это тот же очень важный и очень, наверное, в этом физическом мире он достаточно первостепенный вопрос, из-за чего мы всё это начинаем. Потому что когда мы говорим, что здесь всё хорошо, я, наверное, как истинный психоаналитик начинаю бить именно туда, потому что я понимаю, что не может быть одно хорошо, а всё остальное как-то потрескивать. И когда мы начинаем по-честному себе признаваться, только тогда мы начинаем по-честному выстраивать всё вокруг себя. И когда мы по-честному выстраиваем всё вокруг себя, оно уже никуда не треснет. Вот уже как раз вот эта вот фраза «собаки лают, караван идёт» это именно про тех людей, которые по-честному выстраивают то, что есть в них самих. Всё остальное уже не важно. Они всё равно всё по кирпичику, по пазлику, всё выстроят именно так, как им нужно. У нас, кстати, вопрос от Евгения. Как считаете, каждый выстраивает свой путь, и это дело выбора, или так или иначе нас толкают некие силы к тому, кем мы должны быть предопределённы через весь жизненный опыт проб и ошибок? Ну, ребят, я вам, наверное, скажу такую фразу, которую тоже не каждый сможет понять на каком-то этапе своего развития, выбора не существует. Выбор вы уже сделали перед тем, как поставили для себя выбор. То есть вы уже чётко знаете, как вам идти, но когда начинают вас просыпаться какие-то сомнения через голову, вы себе ставите выбор и начинаете колебаться. А колебаться начинаете почему? Потому что выбор уже сделал, вы уже чётко понимаете, что для вас. Но так как вы себе искусственно нарисовали сколько-то там выбора, сколько-то там вариантов процесса событий, то вы начинаете свою энергию тратить не на то, что вы уже выбрали, а начинаете её распылять, и вы начинаете обнуляться. Когда вы начинаете обнуляться, вы начинаете уставать от этого всего. Когда вы начинаете уставать от этого всего, вы понимаете, что, ой, наверное, я вообще не туда пошёл. Вы же ты лимон становитесь, и вы просто вот так вот на нет это всё сводите. Вообще по факту выбора нет. Вы всегда чувствуете, как только вы подумали о каком-то моменте, как только вы подумали о какой-то импульс, Это тот импульс, который вам четко дает, куда вам нужно идти. Вам четко показывает, где ваше место, где ваша тропинка, где ваш путь, где ваш луч. Это получается... Вы начинаете отключать голову, ага. Нет никакой импровизации, есть только импульсы. И нет даже творчества. Чувствование. А творчество идет только через чувствование. Творчество – это всегда творить. Это творить ты можешь только через чувствование. Через эмоции ты можешь только играть. Ну, то есть, да, творчество – это не выдумка, а это именно чувствование, да? А выдумка уже от лукавого, получается? То есть от сомнения какого-то или что-то? Да, выдумка – это уже от сомнения, это уже от эмоций, которые мы надумали, и когда мы уже хотим привлечь в нашу жизнь какой-то определенный фактор, чтобы отвлечь самого себя от того пути, по которому мы уже четко понимаем, что это наш путь. Но для нас, чтобы его пройти, нужно определенные усилия, которые не всегда для нас удобные. Вот так бы я сказала. И тут как бы Натали на вопрос хочет задать, задает вопрос. Как лучше начать депривацию сна? Я начал уменьшать сон на один час в каждый день, дрыхло всю жизнь не меньше десяти часов до этого. Ребят, я вам так скажу. Если вы начинаете убирать сон через какие-то аскезы, то вы будете просто либо разбитым, либо вы будете, ну, вас выбросит в определенные состояния, но потом вы все равно отоспите это время. А вы можете убирать сон через… Тише, что ты делаешь? Ну, перестань. Вы можете убирать сон через интерес. И когда вы, наверное, не раз, и каждый человек, у вас были такие состояния, когда вас что-то увлекает, какой-то проект, я не знаю, какая-то любовь, какие-то моменты в жизни вас увлекают, и вы ложитесь в последний момент, чтобы вот уже просто понимаете, что надо поспать. И встаете рано утром, потому что только вот вроде кто-то зашевелился, глаза открыл, ты понимаешь, что ты вроде недоспал, и тебе приходит, а у меня же вот это, и все, и у тебя уже ни в одном глазу. И ты дальше начинаешь. Если у тебя неинтересная жизнь, ты будешь эту жизнь засыпать. Если у тебя интересная жизнь, то эта депривация, она придет сама собой. И чтобы сделать интересную жизнь, это нужно по-честному для себя открыться. А что тебе интересно? А как тебе интересно? А что ты пойдешь дальше делать? То есть это, я имею в виду интересную жизнь, это не про то, что каждый день там, я не знаю, ходить по разным клубам, это каждый день там что-то делать новое. А когда ты начинаешь открываться перед самим собой, внутри себя, и когда ты начинаешь просто распаковываться, и распаковываться не просто, кто я такой, а распаковываться внутри себя, что я могу, когда ты понимаешь, какие у тебя возможности, и что ты можешь делать, и как ты можешь вот этим физическим телом не просто управлять, а получать вот этот весь кайф, который предназначен только для тебя, то тогда ты думаешь, как бы, а спать-то чтобы что? И вот тогда он начинает у тебя настолько минимизироваться, и таким естественным путем, что ты уже не отслеживаешь, а сколько ты поспал, тебе без разницы, сколько ты поспал, ты отслеживаешь, а что я сделал, а сколько я сделал, а что я еще не успел, и это уже другие состояния. Александр у нас пробовал гвоздику и пробежки, но слабость, говорит, все равно возвращается, наверное, хочет совета. Ребят, слабость будет возвращаться до тех пор, пока не очистится физика, и пока вы, опять же, не уйдете в познание своего нового мира. Тиша, я тебя сейчас наругаю. Отпусти его. У нас просто кошки родили, и котята уже начали бегать, и вот у меня дети их уже туда-сюда таскают. Смотрите, пока вы настроены на физике, то есть вот я не ем столько-то, я жую гвоздику столько-то, я бегаю по часам, сплю по минутам, хожу по километражу, это делаю, поэтому у вас будут и слабость, и интоксикация, и все на свете, потому что вы нацелены и зациклены на физике, но физика не работает без психики, пока вы себе не придумаете, для чего вам это, для чего вам это автономия, для чего вам это неедение, для чего вам это вечная жизнь. То есть когда мы принимали в клуб вечность, мы все время у ребят спрашивали, а для чего вам вечная жизнь, готовы ли вы вообще вечную жизнь? Вы знаете, наверное, процентов 50 на 50, 50 процентов еще хоть как-то сказали, и то это все выдавлено было, то есть человек не понимает, для чего ему вечная жизнь. Он не может перейти в вечную жизнь, потому что он не понимает, для чего это. А вторая половина, во-первых, она не понимала, для чего это, а во-вторых, она говорила, ну я бы как бы хотела, но как бы не в этом физическом теле. Вот, мне бы хотелось тело такое, там это такое, то такое. И когда мы там провели, по-моему, первый эфир у нас был, и я там рассказывала, что вы в физическом теле, у вас вся генетика уже заложена в клетках, то есть не только ваша генетика, которая была в вас в 20 лет, в 30 лет, когда вы себе нравились, или генетика вашей бабушки, вашего дедушки. Тиша, ты что-то не понял? Он тебя пищит. Котенок. Ну да. А это ты пищишь уже? И вот эта вот ваша генетика вся, каждого члена вашей семьи, неважно по чьей линии, неважно какого поколения, она вся заложена в ваших клетках. Этой памяти клеточной никто не убрал. И когда вы научитесь пользоваться вашими клетками, вашими, не соседа, не кого-то еще, вашими клетками, вы можете эту память вытащить наружу, чтобы ваше тело приобрело те формы, которые нужны и хочется вам на данный момент вашего времени. Понимаете, как это работает? И я как раз веду к тому, чтобы вы начали именно исследование вас в этой сфере. И тогда вам не будет важно, едите вы или не едите. Это будет настолько низкий и тусклый аспект вашего жизненного пути, что вы не будете о нем думать. Ну, съели вы что-то раз в какое-то время, если захотелось. А может быть, вы не вспомните какое-то продолжительное время, это уже не имеет значения. Потому что, ну, представляете, что вы можете себе создавать то тело, которое вы хотите, потому что у вас оно уже есть в клетках. Эта память никуда не ушла. Вам нужно просто активировать это все. И мы как раз идем к активации того, что у нас есть. Только нужно понять, для чего это активировать. То есть за каждым шагом идет всегда следующий шаг. И я как раз учу ребят, чтобы они думали, чтобы они научились думать, для чего им каждый следующий шаг. Потому что как только они знают, для чего им следующий шаг, то предыдущий они точно выполняют. Они не могут выполнить, почему вот этот шаг, например, вот сейчас многие о ней едини говорят, почему не могут выполнить многие вот этот шаг. Потому что они как бы… А для чего тебе это? Ну, как, чтобы быть здоровым. А быть здоровым для чего? Ну, чтобы быть красивым. А быть красивым для чего? Ну, чтобы быть. И всё. Как бы вот эти вот... Для чего тебе это? Вот это вот всё ограничивается. А когда ты начинаешь думать, чем глобальнее ты начинаешь мыслить, тем больше это не просто для того, чтобы убедить себя в чём-то. А если ты действительно этого хочешь, что у тебя вот так вот начинает раскрываться это все. И ты начинаешь просто идти, и перед тобой начинают вот эти вот, каждая дверь начинает перед тобой открываться. И это абсолютно другие ощущения. Окей, Светик, ты можешь примеры привести. Допустим, я не знаю, вот как вот, ты говоришь, идут по ступенькам, да. Я вот не знаю, вот для чего, допустим, это или то я делаю. Вот как я могу себе, допустим, ну вот, допустим, я хочу 150 лет жить, да, вот что мне нужно делать для этого? Для чего ты хочешь 150 лет жить? Ты понимаешь, Андрей, 150 лет – это такая малость, но у тебя даже твои внутренние органы по всем медицинским показателям с данной едой рассчитаны на 300-370 лет. Ты их уже хочешь урезать. Я просто немножко не понимаю. Вот ты говоришь, что люди не могут ответить на такие вопросы. Я вот, допустим, сейчас тоже много не понимаю, потому что ты очень более тонко так все говоришь. И как бы я тоже, вот для таких простых, вот как датчаников, как это можно объяснить, вот это вот, чтобы выйти из этого круга, вот из этого кольца, который ты все время живешь и думаешь, как бы. Вот есть такие желающие, да, может, они хотят жить тоже 150 лет, как я, но они не знают, как это сделать. Ты вот именно знаешь, вот как подняться по этой ступеньке. Вот как для датчаников именно просто объяснить и выйти из этого? Ну, смотри, я сейчас образно пока объясню, да. То есть смотри, например, я хочу жить, например, там, ну, грубо говоря, там, пусть будет 150 лет. 150 лет я хочу жить, чтобы что? Я хочу жить 150 лет, чтобы познать, например, как будет меняться вот эта вот вселенная, как она будет вот это делать, как это будет вот это вот делать. Я хочу познать, как оно будет делаться, чтобы что? Следующий вопрос. Ты хочешь познать из любопытства, либо ты хочешь привнести что-то свое. То есть когда из любопытства, это сразу же закрывается. Если ты хочешь привнести свое что-то, свои какие-то знания, то ты тогда понимаешь, что свои знания, а свои знания ты хочешь привнести какие? Которые есть внутри меня. А которые есть внутри меня, чтобы мне их раскрыть, мне нужно, чтобы мне раскрыть знания внутри меня, мне нужно столько-то времени. Чтобы знания раскрыть внутри меня, Мне нужно, чтобы мой мозг думал по-другому, например, облегчить своё питание. Неважно, как оно будет, малоедение, неедение, либо ещё что-то. Но мы все понимаем, что от еды тоже очень многое зависит. Чтобы облегчить своё питание, например. И ты себе дальше говоришь, я облегчаю своё питание, чтобы познать, что у меня внутри. А у меня внутри какие аспекты интересны? И я сейчас просто скажу, что вот те аспекты, которые были у нас, то есть, например, вот у нас многие даже не знают, что, например, Уральские горы, которые раньше назывались Репейные горы или Репелные горы, как-то так назывались. Короче, вот этот Уральский хребет, он вообще делил нашу Вселенную на две половины. Он делил нашу Вселенную на две половины, потому что с одной половины передвигались люди на одни планеты, а с другой половины люди передвигались на другие планеты. Люди передвигались не существа, не какие-нибудь там сущности, а люди. И это всё на поверхности лежит, которая описана в книгах, которые мы на сегодняшний день можем почитать. И это только малая часть того, чего мы не знаем. И у нас есть… Это есть, да, это у буддистов, и у многих есть, и есть такие знания, и как бы, да, они там могут передвигаться из этих всех разных параллелей туда-сюда как-то. Есть, да. Да, и это же очень интересно. И, например, ты говоришь, я хочу вот это… Ты же уже… Ты обладаешь на сегодняшний день огромными знаниями. Ты на сегодняшний день обладаешь познанием самого себя. Но чтобы тебе дальше в них идти, у тебя есть вот этот вот как бы шпингалет, вот этот вот советский шпингалет такой, знаешь, туда-сюда, который ты говоришь, а вот это вот уже я смогу познать, только если я стану таким-то… Да нет, в тебе эти знания уже все есть. И когда ты чётко осознаёшь, что в тебе есть знания, тогда тебе как бы твой внутренний голос, давай его так назовём, он тебе говорит, а тебе эти знания нужны, чтобы что? И ты начинаешь себе, сам себе отвечать на эти вопросы. Мне нужны знания эти, чтобы вот это… И когда ты отвечаешь, для чего тебе нужны вот это, вот это, вот это твой организм, твоё физическое тело, которое дано тебе в этой плотности, оно идёт за тобой. То есть оно понимает, что если тебе нужно для вот познания вот этого, что тебе действительно интересно, нужно прожить 150 либо 300 лет, оно чётко понимает, что оно тогда должно уйти на, не знаю, там, на малоедение, там, раз в неделю, там, раз в месяц. И ты тогда не начинаешь входить в сухие дни, а ты идёшь за познаниями вот этих, запознанием самого себя, и вот эта вот еда, она автоматически отваливается, как ненужная, потому что тело говорит, так, стопе, стопе, как бы с тобой мы тут тормозимся, а нам столько всего нужно познать. И ты уже без вот этого вот всяких кризов, без вот этой вот, когда там слабость, и головные боли, ты уже без этого идёшь вперёд в познание нового знания себя, которое заложено в твоих клетках, оно у тебя начинает распаковываться, и ты идёшь к следующему. У тебя на сегодняшний день столь, у тебя такой вагон, у тебя знаний больше, чем у меня. Но ты не такой стингалетик. Светик, извини, я перебью тебя. Вот ты всё время слово говоришь в клетке. Что ты представляешь под этим, что ты понимаешь под этим словом клетки? Когда ты начинаешь углубляться внутрь себя, ты понимаешь, что внутри тебя, внутри твоего аватара есть клеточки. Из этих клеточек состоит каждый орган, каждая капля крови, каждая венка, каждый капиллярчик состоит из этих клеток. И эти клетки, смотри, когда мы вообще формировались, когда формируется плод, он формируется, сначала формируется код, то есть хромосомы. Хромосомы мамы и папы, то есть маминого рода, папиного рода, хромосомы формируют код физического тела. После физического тела формируется код ДНК, мамины, папина код ДНК формируется. Там и формируется вся память. Вся память формируется в этом аватаре. И только в последнюю очередь формируется мозг ребенка. И вот мы всегда, ну, наверное, в 99,9% начинаем себя искать в этом мире через мозг. Кто я есть? Зачем я есть? Еще там что-то. Мы начинаем себя искать через то, что сформировано в последний момент жизнедеятельности всего нашего аватара. Понимаешь, как это происходит? У нас, чтобы познать себя, нам вообще голова не нужна. Мы должны идти на чувствование. И вот это вот чувствование, когда мы приходим к чувствованию себя через аватар, через который нам дан аватар, мы приходим к клетке, которая внутри нас, в которой вся информация. А голова нам нужна, вот мозг, голова нам нужна только лишь для безопасности жития в этом физическом мире. Спасибо, Светя. Я надеюсь, что я как-то немножечко разъяснила. А можно вопрос задать? Здравствуйте. Здравствуйте, конечно, нужно. А расскажите, пожалуйста, вот вы занимаетесь этим, какие у вас цели, для чего вы это делаете? Ну, у меня цель познания. То есть мне интересно не только быть в этом мире, мне интересно быть в иных мирах, в других мирах. Но я очень четко могу сказать, что на... Я уже это не раз говорила, что в открытых эфирах на открытую публику я не могу это рассказать, потому что не каждый к этому подготовлен, не каждый к этому готов, и не каждый это воспримет так, как я бы сделала... Потому что не хотите говорить, да? Понятно. А? Не хотите говорить. Вы же говорите, надо цель иметь большую, чтобы... Ну, я ее говорю, я ее говорю на ретритах, то есть всему свое время. То есть, да? Например, поведите свой. Если человек говорит что-то недозированно, если человек говорит что-то вот просто... Вот если я сейчас буду вот это вот все просто раскрывать, то в результате не каждый человек вообще поймет, про что я говорю, и скажет, ну, понятно, там еще одна дурилка, что ты нам расскажешь? Я вам рассказала то, что нужно знать в этом эфире. Я рассказала ровно то, что нужно знать в этом эфире. Если вы хотите знать больше, приезжайте на ретрит Что? Не надо меня посылать, спасибо, куда-то Спасибо А я вас не посылаю, зря вы так думаете Если вы не готовы, вы и не придете То есть я вообще никогда никого не посылаю Не надо меня обзывать, что я не готов, пожалуйста А у нас вопрос от Евгения Он говорит, кстати, по поводу Там у нас тема чувствования была И он спрашивает Но ведь не все могут чувствовать себя И не в силах идти по импульсу Много факторов Импульсы, которые появляются Это предопределенность личного пути Или стечение жизненных обстоятельств Опять, Евгений спрашивает Да нет, почему стечение жизненного Чувствование – это то, что есть внутри, в каждом Это изначально заложено Это нет такого, что вы не можете чувствовать То, что вы не можете поймать себя На стадии чувствования – это да Но вы не можете себя поймать на стадии чувствования Только лишь потому, что вы очень плотно закрываетесь эмоциями После эмоций вы очень плотно закрываетесь мыслеобразами После мыслеобразов вы закрываетесь мыслями А после мыслей вы интерпретируете все это в уме У вас очень плотная оболочка к познанию самого себя Но это не то, что вы должны к этому прийти через что-либо Это в вас есть Просто нужно раскрыться вам самим Это не какое-то лекарство Это не через какого-то шамана вы это сделаете Вы это можете сделать только через самого себя Найдите того человека, которому вы доверяете И через доверие к тому человеку вы придете к самому себе Вот и все У нас вопрос из зума Вера Дмитриева спрашивает Светочка, ты большой мастер Ты так глубоко все раскрываешь Благодарю тебя Сколько точно часов ты сейчас спишь? Ой, наверное, не спишь, имеется в виду Используешь ли ты мягкие матрасы, подушки? Я не могу сказать, сколько я сплю Потому что у меня нет этого Сколько я сплю Я сплю не каждый день Я сплю не каждый день Сколько сплю, я не могу сказать То есть бывает по-разному Но это бывает недолго И это бывает непродолжительно То есть если я отключаюсь во сне То это бывает максимум на 40 минут Кровати у меня нет Я бывает, что я либо на кресле сижу Что-то делаю, свои какие-то дела делаю Либо я потом уже под бочок К младшему сыну залезаю Немножечко там фильмы какие-нибудь смотрю Еще что-то, когда по просмотрам А такого нет Уже нет такого, что там ты что-то замечаешь Отслеживаешь Я могу сказать абсолютно четко Абсолютно точно, что летом сон бывает Ну, наверное, раз в 3-7 дней Потому что летом это великолепное время Когда можно просто взять собаку И под шумок просто всю ночь прогулять У меня вот вопрос от меня Хотел от себя вопрос задать Вот у меня орган восприятия Действительность Это именно голова Я больше, наверное, похож на Адувана такого Адуванчика здорового Хотелось бы, чтобы кто-нибудь думал И все это разлетелось Как сделать все-таки Чтобы распределилось по телу Вот это вот Чтобы я чувствовал импульс со своим телем Ну, вот что-то вроде этого Чтобы такой диктатуры мозга не было Сделай себе такое простое Вот когда у тебя Ты знаешь, что, например Ну, где-нибудь полчаса Что тебя никто не будет беспокоить Что не будет лишних громких шумов Там еще что-то Ну, вот ночью, например, да Вот сядь как-нибудь И просто сядь Можешь закрыть глаза И сказать, кто я И попробуй найти я Вот кому интересно, ребят Попробуйте найти я И на следующем эфире Если что, расскажете Кто-нибудь нашел я Не из головы И как только начинаете искать Опять же, подкастки вам такие Когда начинают мне сказать Я – это вот в темноте В глубине, в тишине Не существует ни темноты Темнота – это свет Другая сторона медали Глубина – это Ее тоже Что такое глубина? Глубина – это От чего-то отталкиваться От чего вы отталкиваете Какой я От чего оттолкнулся Темнота Мы уже с вами сказали Да, темнота – это значит Где-то есть свет Где я В какую темноту он попал Из какого света он попал Что он понял, что это темнота И кто понял Дальше Глубина Опять же, от чего оттолкнулся И в какой глубине И как я познала, что он в глубине И через что познала я, что он в глубине То есть все вот эти вот каверзные вопросы Попробуйте найти я Это, Светик, у меня такой вопрос Как вот ты на солнце Когда ты находишься на солнце Как твое тело реагирует на солнце Я не знаю, видно или нет Потому что вот камера Я не знаю, все передает или нет Я уже такая Достаточно Достаточно темная А энергию ты получаешь? Чувствуешь, как ты Заряжаешься на солнце? Я люблю солнце, да Для меня солнце очень важно Хотя я люблю очень дождь Потому что дождь У меня такое ощущение Что вот оно промывает То есть сегодня Сегодня был дождь И я каталась на велосипеде Сегодня проехала 30 километров Под дождем Я промыкла Промыкла Я промокла до нитки Но это было такое кайфовое состояние То есть я ехала У меня прям Прям с лица Вот это вот дождь Такой под нормальный дождь Я попала И это тоже кайфово То есть я катаюсь У меня без разницы В какую погоду Главное, чтобы не было ветра Потому что ветер сносит И ехать невозможно А так Для меня солнце Это первостепенно Потому что я очень люблю солнышко И для меня это прям Кайфово-кайфово Да Спасибо У нас вопрос от Веры Дмитриева Изума Скажи, пожалуйста Вся эта информация Которую ты говоришь Откуда подчеркнута Я не знаю, ребят Я уже несколько раз говорила Я не знаю, откуда она подчеркнута Откуда она приходит У меня нет источника У меня внизу не написано Автор такой-то То есть это есть информация Я чувствую, что мы все живем В информационном поле Не только я, но и все Просто на сегодняшний день Я могу брать эту информацию И еще некоторые люди И вы точно так же можете брать информацию После того, как вы откроетесь Я не какая-то особенная Я точно такая же, как вы Просто на определенном этапе Я открылась И вся информация Она есть вокруг То есть если меня кто-то спрашивает О какой-то информации У меня ее нет в голове У меня она есть Просто она через меня проходит Чтобы ее доставить вам Если вы меня, например, спросите Через пять минут После того, как закончится эфир Про что был эфир Я вам никогда не расскажу Потому что я никогда не знаю Не запомню И просто вот оно идет И идет Все Мне понравилось Как вы отвлекались Во время эфира Там, по-моему, на ребенка Вот А потом снова возвращались в эфир И если Обычный Человек Всеед Который Он бы, наверное, сто раз Извинился Что-то с жимами Как-то ужимки какие-то были То у вас это Было как бы Как ни в чем Как Порядки вещей Это было настолько естественно Как одно единое поле Оно так и есть Для вас Да Где бы вы ни находились Если вы всегда Сама в себе Ну, как сказать Ну, вы в своем В своей тарелке Да, ребят У нас даже на ретрите У нас очень много Приезжают ребят С детьми И мы бывает Что мы там что-то делаем Обсуждаем Там В каком-то общем пространстве И там бегают наши дети Они могут прийти Что там у кого-то спросить Им каждый Человек Кому они подошли Что-то А там ответят И дальше бегут Это Именно не отвлечение А это вовлечение В ту жизнь Которая живет Потому что ребенок Он не может Выйти из одного пространства В другое Он всегда находится В том пространстве В которое его На сегодняшний день Поместили Чтобы он познавал себя Чтобы дальше выйти И размножиться И поэтому ему Всегда комфортно И когда мы Начинаем быть В комфортном состоянии Для себя Мы в то же время Начинаем быть В комфортном состоянии Для того же ребенка Для того же животного Для того же Иного другого И когда мы В этих состояниях Во всех начинаем быть То мы Не отвлекаемся От чего А если мы в потоке, этот поток, он идёт через всё вот это вот. И это тоже здорово, потому что мы и там можем ответить, и здесь можем, и здесь поприсоваться, потому что мы везде. У нас вопрос из Ютуба, Женя, Смагина, спрашиваю. Дорогая Светлана, услышав про чувствование, которое закрыто эмоциями, мыслеобразами и мыслями, вспомнил сказку про Кащей Бессмертного, у которого смерть на конце иглы, игла в яйце, яйца в утке, а утка в зайке. Вы не могли бы раскрыть, что эти образы означают в этой сказке? Это очень, очень чётко заложено, и это даже не я же раскрывала. Я вам сейчас раскрывать это не буду, но если вы, можно посмотреть это. Это же многие раскрывали. Это раскрывал Задорнов, это раскрывал Левашов, это раскрывал Горяев, многие профессора вот эти все метафоры, они раскрывали. И чтобы нам не отвлекаться сейчас на это, я вам скажу, что в каждой сказке фенис, ясный сокол, царевна, лягушка, там по щучьему велению, каждая наша сказка, если мы её начнём раскрывать и интерпретировать через буквицу, я уже это не раз говорила, через буквицу, через те мысли, образы, которые были глубоко до нас, то мы очень много и много для себя поймём. И как раз в некоторых сказках, вот это вот «За три девять земель», да, вот когда говорится «За три девять земель», это как раз те… «Три девять земель» – это те наши, как сказать-то, не метражи, а планетарные расстояния, через которые проходили наши предки. То есть это… в сказках описывается, да, очень часто мы там два солнца, или там у кого-то синее солнце, у кого-то ещё земля, то есть у нас же были даже земля, вот на которой мы сейчас живём, у нас сейчас земля и земля, и мы думаем, что земля – это только наше. А изначально у нас была Мидгард-земля, она обозначалась, да, потому что земли ещё было, земель ещё было несколько. Вот земля была такая, земля была такая, земля была такая, земля была такая, вот Мидгард-земля. И вот на этой Мидгард-земле как раз ходили там, как описывалось там, вот как раз люди начинали передвигаться на разные земли от Уральского хребта. И в каждой сказке это… Если мы будем интерпретировать каждую-каждую сказочку, то в каждой сказке мы найдём настолько глубочайший смысл, что он раскрывает, когда мы прочитываем сказку вот именно с глубоким смыслом, когда мы её распаковываем, то мы как раз понимаем, насколько нас поглотило вот это вот невежество и насколько наши вот эти вот познания, которые были хотя бы на этой плотности, в этой земле, вот насколько вот они были обширны и какие они сейчас. И что мы передаём сейчас детям? Мы сейчас детям просто вот схлопываем мозг и говорим «не надо». Вот есть Google, Google в помощь. Уже даже, по-моему, вот это вот мы уже смеёмся. Если что-то непонятно, Google, хотя я на данный момент понимаю, что в Google практически нет вообще ничего того, что даже знаю я, а я понимаю, что я практически вообще ничего не знаю. И когда вот мы говорим о сказках, да, это очень многое, очень обширно, очень глубоко описано у многих-многих-многих людей. И если вы почитаете, если вы задали этот вопрос, скорее всего, вы это уже читали и слышали. Вопросов новых у нас нет. Давайте я сейчас быстренько зачитаю тогда, которые есть. Как так? Евгения, как считаете? Каждый раз… А, это вы читали, да? Разве это не астрал, когда ты видишь свои тела? Так, разве это не астрал, когда ты видишь свои тела? Астрал – это очень глубоко, я бы так сказала. Как лучше начать депривацию с сна? Так, это обычно… А, это, наверное, дублируется, да? А, я вам читал из Ютуба, из Зума. Ага. Есть вопрос, который я пропустил. Люба Альвиана спрашивает. Светочка, вы часто, говорите, в нос. Это у вас еще чистка идет? Нет, ребят, это у меня голос такой. Я, у меня абсолютно нормально все, я не знаю. Это у меня просто такой голос. Ну, может быть, он так, потому что я его слышу по-своему. Вы слышите по-своему, но вот у меня он такой, такой голос. Это не чистка. Все. Радуга Радужная спрашивает. А все жрецы спят? Все жрецы спят? Я не знаю, в Дарине, на каком слове, но, может, все жрецы спят. Не знаю. Я не знаю, что вы подразумеваете под словом жрецы, поэтому я вам не могу ответить на этот вопрос. И про всех я тоже не могу сказать. Возможно, я имею в виду от слова как бы «жрать». Откуда же кушать или на спид? Ну, наверное. Ты, как всегда, моги, бля, солью. Репертуарем. Что нужно сделать, чтобы проснуться от игры? Нужно проснуться от игры, чтобы проснуться от игры. Все, вопросов больше нет. Все, ребят, если нет вопросов, то я тогда заканчиваю этот эфир. И еще, ребят, я скоро буду в Сочи. И как раз в начале июня, скорее всего, Настя «Импульс» будет организовать эту встречу. И все, кто хочет, присоединяйтесь. Я не знаю, еще на какое число. Сделаем встречу в Сочи. Либо это будет на Дальменах, либо это просто будет на каком-то свежем воздухе. Она будет абсолютно бесплатная. Но если будет на Дальменах, то это будет, наверное, вход на Дальмен. Сколько там? 300 рублей, да? Вот. И поболтаем. Зададите вопросы. И увидимся вживую. Вот. В начале июня. Поэтому, кто хочет, присоединяйтесь. Пишите, пишите в личку. А там я вас уже переправлю, наверное, на Настю. Либо сразу же Насте пишите. Спасибо. Спасибо, Светлана, что было. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok